Еще одна вещь, где вы можете смотреть приросты, это ваши форты. Вот, например, пишется доступно 32, это сколько вы можете купить, да, с учетом недель, сколько у вас уже накопилось. Дальше вот внизу можно читать прирост, вот каждую неделю прирастает 16. Если вы, например, построите цитадель, которая на 50% делает прироста больше, то теперь смотрите, прирост стал вместо 16 и уже 24 здесь. Там, где прирост вообще не указан, это значит, что вы этих существ в своем городе еще даже не построили. И если доступных нет, то вы их не купите. Можно покупать и отсюда, нажимая просто на них, будет видна та или иная покупка. Еще один интересный момент, вот здесь вот снизу, где вы смотрите, да, вы можете правой кнопочкой нажимать. Вот видите, например, написано, еженедельный прирост копейщика 14. Здесь еженедельный прирост стрелков 9. Отстраиваете вы цитадельку и уже прирост становится больше. Правой кнопочкой еженедельный прирост стрелков 13. И из них, смотрите, базовый прирост 9 и за цитадель прибавляется еще 4. Это очень интересный момент. Ну и это еще не все. Смотрите, у ангелов базовый прирост 1. За отстроенный замок добавляется еще один. У нас здесь замок уже построен. В принципе, построено практически все, да. И за колос, ну то есть за отстроенный грааль, еще один добавляется, грубо говоря. Но смотрите, внешние жилища, если вы их будете захватывать, они тоже добавляют прирост. Мало того, что вы из внешнего жилища каждую неделю будете доставать определенный прирост. В данном случае одного ангела, да. Раз выкупили. Но заходя в город и кликая по юниту, внешнее жилище которого у вас уже есть, вы увидите, что теперь еще и плюс 1 здесь добавилось за внешнее жилище. То есть каждую неделю теперь будет здесь не 3 ангела, а целых 4. Представляете, 4 здесь ангела. И внешнее жилище это еще один, это уже 5. То есть если бы у вас здесь было еще одно внешнее жилище ангелов, смотрите, здесь одно внешнее жилище дает одного ангела, второе внешнее жилище дает второго ангела, и здесь в городе прирост бы был уже не 4 ангела, а 5. То есть получается уже 5 ангелов здесь, 2 ангела там, это уже 7. То есть представляете, в какой это прогрессии все начинает быстрее расти. Плохо, конечно, что внешнее жилище дает всего лишь прирост внутри вашего города на плюс 1, но, допустим, у вас родных городов может быть не один, а несколько, как в данном случае. И на юнитов 7 уровня это очень топово. На 6 уровня юнитов это довольно-таки топово. На низкоуровневые существа, ну там, да, я, пожалуй, соглашусь, что, в принципе, не так и много полезностей вы будете за это получать. Там плюс 1 копейщик, например, внутри города в приросте, ну, что это вам даст, ровным счетом ничего. А теперь рассмотрим, как же переходят из рук в руки разные внешние жилища, ну, начиная с 5 по 7 уровень. Вот для того, чтобы внешнее жилище стало под ваш контроль, вам, конечно же, нужно это внешнее жилище сначала пробить. Что мы, в принципе, с вами сейчас и будем делать. Ну, давайте посмотрим, как это делается. Начинается битва, вы врезаетесь и все. Внешнее жилище взято, после чего вы можете либо купить себе ангела, либо оставить его здесь, ну, в данном случае, например, купить. И вы уезжаете, к примеру, да? После чего будет ходить синий игрок. И когда он приедет и увидит внешнее жилище, которое уже захвачено, он не сможет просто заехать внутрь и выкупить то, что там есть внутри. Отжать себе внешнее жилище, просто посетив здание, можно, только если там выкуплен прирост. Мы можем это проверить с вами еще раз, посещаем. Точно так же, внешнее жилище перешло в нашу пользу. Если же пропустить много дней, чтобы там появился уже новый прирост. Ну, вот, смотрите, начинается вторая неделька. Вы пытаетесь это внешнее жилище забрать. Но из-за того, что там прирост уже появился, теперь вам придется снова сражаться. Поэтому, пока вы не пробьете ту же самую охрану, вы не сможете забрать себе все назад. То есть, с внешними жилищами последних уровней такая ситуация. Если там нет прироста, вы заберете сразу. Если там есть прирост, то в этом случае вам придется пробивать охрану. Поэтому некоторые даже специально оставляют какой-то прирост, чтобы сопернику приходилось еще раз сражаться. И есть даже такая небольшая уловка. На седьмой день забрать внешнее жилище себе, по-быстренькому, да? Даже если соперник это внешнее жилище выкупил. Чтобы на следующей неделе, если соперник захочет выкупать это внешнее жилище, ему опять приходилось пробивать охрану этого внешнего жилища. А для того, чтобы отжать внешнее жилище без охраны, вам достаточно даже какого-нибудь героя лошка вспомогательного, который заедет с любой там, с одной феечкой, например, отжал быстренько и текать. Так что это может вам тоже очень сильно в какой-то момент пригодиться. Если видео понравилось, не забываем ставить палец вверх. Пишите побольше комментариев по поводу того, на какие темы вы хотите видеообучение увидеть, чего, может быть, в этом видео не хватало. Не забываем подписываться на канал и на группу ВКонтакте и следить за анонсами следующих стримов, а также видео. У меня на этом все. С вами был Армак. Всем пока.